Всем привет! Сегодня у нас вот такая интересная машина. Это Sherp Pro, который прошел модернизацию в Жуков гараже. Обратим сразу же внимание. Четыре цвета Raptor. Вот такой забавный камуфляж пожелал сделать себе хозяин этого вездехода. Сразу же обратим внимание. Обвязка для безопасности. Нужна или нет? Момент спорный. Для безопасности, наверное, нужна. Штатные фары еще стоят. Как я уже говорил, это новый вездеход. И прямо с завода он приехал в Жуков гараж. Камеры бокового обзора. Левая, правая, задняя. Ну вот, смотрите, появляется солнышко и он во всей красе нам показывается. Во всей красе четырех цветов в Raptor. Солнышко уходит. Вот такой сегодня переменчивый день. Но зато постоянно проходимость этого вездехода. Пойдемте посмотрим вокруг. Что есть интересного? Установлен багажник и Rigid Industrias люстра. Боковой рабочий свет установлен. Композитная защита днища, состоящая из трех секций. Средняя, передняя и задняя. Которая, в принципе, показала себя очень хорошо во время нашей эксплуатации вездехода. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Хотелось бы отметить, что с тюнингом «Анжука в гараж» вход в вездеход становится гораздо удобней за счет вот такой вот складывающейся лестники. Вы теперь достаточно просто попадаете в вездеход, не думая о фитнес-залах. Машина прошла глубокий тюнинг в «Жуков гараже». Давайте посмотрим, что было сделано внутри. Управление светом, боковой свет, задний свет, обогрев стекла, омыватель стекла, помпа. Радиостанция установлена. Радиостанция установлена. Ёшка. Да, вот, камера зад, лево-право. Очень удобно это. Вот такая вот позиция. Стоит навигатор GPSMAP276CX, гарминовский, который, в принципе, можно продублировать еще и андроидом. Если будет интересно, как и что сделать, то хозяин вездехода может со мной связаться. Я подскажу. Значит, стоит кнопка смазки цепей, я так понимаю, это длинных цепей смазка, потому что на вездеходе уже установлена трансмиссия, доработанная от «Жуков гаража», которая, в принципе, избавляет вас от необходимости следить за короткой цепью. Цепь уже постоянно плавает в масле. И также не переживать о сохранности короткого вала, который выходит из коробки. Он тоже доработан, он большего диаметра, и он выдерживает гораздо большие нагрузки. Вот так организованы места для сидения. На стенках молли. Также в вездеходе будет установлен пакет северный. Это вот сюда будет установлена шторка. Во-первых, для сохранения тепла. Во-вторых, для того, чтобы на Крайнем Севере можно было спать. И это здорово. Потому как, приехав на Кольске летом, непонятно, когда день, когда ночь. Вот так организованы места для сидения. Ну, не знаю. Наверное, хорошо. Но мягко. Мягко, приятно сидеть. Не знаю, насколько часто они будут использоваться. Также можно присесть вот здесь. Вот так вот. То есть, в принципе, тут не особо мы мешаемся. Хорошо получается. Сейчас я вам покажу, как организовано спальное место в этом вездеходе. Для удобного выхода из задней части вездехода присутствует все та же ступенька. Очень удобно. Раз, и вы уже на земле. Есть еще одна интересная особенность в этом вездеходе. Это вот такие вот рундуки, которые идут, в принципе, с завода. Но которые были тоже доработаны в жуков гараже. Это так называемый, я не знаю, то ли кухонный отсек, то ли здесь будут какие-то страсти ездить. Но это уже хозяин вездехода решит, что ему больше по душе. Я бы его набил дошираками и вообще бы не парился. Ну что ж, мне кажется, очень даже получилось неплохо. В общем, машина готова для того, чтобы уехать куда-нибудь подальше. Надеюсь, хозяин будет ее применять по назначению. И она будет его только радовать. Кстати, в обзоре у Академика рассказывалось, что невозможно иметь лебедку на вездеходе, потому как будет разгерметизация. Ребята, мы ездим уже полгода или год с лебедкой, и никакой разгерметизации нету за счет вот такого вот элемента. Резинка, плюс, трос. Все. И потом, лебедка всегда находится выше уровня воды. Она может черпануть там и то каплю какую-то только когда вездеход заходит в воду. Что я еще хотел бы вам показать. Здесь также сделана вот такая вот система для поддержания вездеходов в постоянном зарядном состоянии аккумулятора. Это втыкается вот в тот разъем. Вилочка в 220. Стоит зарядное устройство в вездеходе, которое постоянно поддерживает, чтобы вездеход был в полной готовности в любое время. У нас такая же система установлена на вездеходе, но у нас сделана более универсально. Вот здесь вот просто выведена вилочка 220. И сюда можно уже включить любой удлинитель. Это удобно, когда вы приезжаете туда, где есть свет, допустим. И чтобы вам не заводить вездеход, подключайте вездеход просто в питание. И все, у вас вездеход постоянно работает вебаста, отапливается. Все прекрасно, такой домик становится еще один на колесах. Вы многие спрашивали, как выглядит масляная ванна. Пока масляная ванна еще, как вы видите, без масла. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Да, ребята, эта работа была без масла. В масляную ванну заливается где-то около литра. И температура всей конструкции не меняется. Температура моторного отсека. То есть цепь не греется. Ей достаточно этого объема для того, чтобы охлаждаться. Мы уже используем достаточно продолжительное время эту систему. И она нам нравится. Обслуживание данной масляной ванны достаточно простое. Для натяжки цепи ослабляем два вот этих болта. Вот этот и вот этот. И шестигранниками уже далее вращаем, регулируя натяжку. Ну и выравнивая по горизонту звезды относительно друг друга. Все очень просто. Ну что ж, ребята, вот такой вот красавец вышел опять из ворот Жуков гаража. В очередной раз это была рубрика новости от Жуков гараж. Если вы собираетесь приобрести себе такой вездеход, обращайтесь к нам. Дадим бонус. Бонус будет, ну, скажем так, будет бонус от нас. Все подробности на сайте gerasimsharp.ru Всем всего хорошего. Пока.